Невысокая постепенно нарастающая температура, боль в горле, сухой надрывный кашель, воспаленная слизистая глаз и сыпь. На первоначальных этапах она может появиться не на лице, а в области зева. Это первые признаки, при которых откладывать в долгий ящик поход к врачу категорически нельзя. Прививка от кори проводится в детстве дважды, в год и шесть лет. Привитые, конечно, могут заболеть, но перенесут корь явно без осложнений. Главное – мишень. Для вируса – дети, люди преклонного возраста, беременные женщины, иммуноослабленные лица. Против вируса кори нет специального противовирусного препарата, как есть при гриппе. Лечится симптоматически. Учитывая, что корь поражает в верхней дыхательной пути трахею, мелкие бронхи, здесь она чревата осложнениями в виде вирусных пневмоний, особенно у маленьких детей. Они протекают более тяжело. Слава Богу, у нас случаев смерти от кори по Республике Беларусь не было и очень давно, и они не зафиксированы. Но вообще эти случаи есть. И даже Украина дает за 2018 год 15 случаев смерти от осложнений кори. Медики подчеркивают, люди, не сделавшие прививку, находятся в особой группе риска. Три подтвержденных случая кори зафиксированы в Брестской области. Эпидемиологический один случай связан с Россией, два – с Украиной. Один пациент продолжает лечение, двое уже выписаны из больницы. Сейчас, в 2018, начало этого года, в Европе самые высокие уровни заболеваемости корью за последние 10 лет. Самая сложная ситуация, конечно, в Украине. В прошлом году было зарегистрировано более 55 тысяч случаев кори, уже почти 10 тысяч случаев в этом году. И, к сожалению, учитывая наши широкие связи с Украиной, открытые границы, к сожалению, заносы кори есть. Были и в прошлом году у нас на территории области из Украины. Есть уже и в этом году. Между тем, в коридорах и регистратурах городских поликлиник очереди большие. Еженедельно по контрольным городам – Бресту, Пинску и Барановичам – медики фиксируют до 5200 пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Болеют в основном дети, их удельный вес – 75%. И среди детей больше всего, больше половины – это дети от 5 до 14 лет. То есть дети, посещающие организованные коллективы, где больше вероятность контактов и больше вероятность заразиться, заболеть. Избежать вирусных инфекций в детском возрасте практически невозможно, но сократить их количество вполне под силу всем родителям. Чесночные бусы одеваются, часто проветривается квартира, используются витамины и, будем говорить, в виде таблеток, в виде обогащения витаминами еды, обычные натуральные овощи, фрукты тоже здесь подходят. В профилактику входят однозначно, особенно детям, чтобы они не были в местах, где собирается много народа. Не следует игнорировать меры профилактики и взрослым. Они действительно могут снизить риски развития различных заболеваний Брестки. Эпидемиологи рекомендуют отложить по возможности поездки в страны ближнего зарубежья.